В Казани открыли первый в ПФО Центр детской онкологии и гематологии и хирургии. О планах по созданию онкоцентра заговорили в 2019 году, когда в республике выросли показатели онкологических заболеваний у детей. Строительство начали в январе 2020, и уже в июне этого года онкоцентр примет первых пациентов. Дорогие друзья, мы сегодня открываем центр при детском ДРКБ, и, конечно же, этот центр позволит полностью решать все задачи, которые связаны со здоровьем наших детей. Я искренне хочу поздравить нас с этим событием, поблагодарить нашего президента Владимировича Путина за национальный проект. Этот проект был реализован в рамках национальных проектов с участием федерального и республиканского бюджета. На создание детского онкоцентра выделили 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Дизайн-проект больницы продуман до мелочей. Аппарат рентгена здесь отправляют в космос, а МРТ – на пляж. Замечательная машина, полтора Тесла с апертурой 70, что очень удобно проводить различные манипуляции. И у нас каждый кабинет оснащен, я имею в виду рентген-компьютерная томография. Вы проходите. Рентген-компьютерная томография, также МРТ оснащены оборудованием проведения наркоза. Это единственный антимагнитный наркозный аппарат, который позволяет проводить исследования под наркозом МРТ. Это очень актуально в педиатрии, потому что, если вы знаете, что любое исследование – это долго, без движений. Сам центр выражает, прежде всего, сразу с первого метра видно, что этот центр создан для детей. Это дизайн для детей, это желание снизить психологическое напряжение, которое формируется у деток этой патологии. Конечно, он оснащен очень хорошо и диагностическими оборудованиями, это ДМРТ, и оснащен лабораторной техникой. Это очень важно для детей, для патологии. Очень хорошие операционные. Но самое главное в разговоре с коллегами, и, безусловно, мы шли к открытию этого центра, это по формированию кадрового центра. Потому что без специалистов высокого уровня стены не работают. Но уже сейчас сформирована команда других врачей, уже определен график обучения дополнительный, потому что этим врачам, да вообще врачам, нужно обучаться постоянно. Лечить детей здесь будут по новейшим технологиям. Оборудование позволяет проводить любые медицинские операции. Это наш катаризационный зал. Просто покажем, как здесь, что по родному, чем будем работать. Сыносет, айфон среди телефонов, можно сказать, или у кого самсунг, самсунг среди телефонов. Ну, это современные девайсы, все опции, катаризация, оценка сосудов, оценка внутренних органов, легкие и сердца, и все остальное. Blue Protocol, что хочешь. Разрешение, картинка, ну, шикарное. Это по-другому не назовешь. Там в зале аппарат включен. Кому интересно, можно посмотреть. Там с гелем, в принципе, даже картинка уже видна, какая ясность, четкость и так далее. Можно просмотреть, проследить движение иглы, кончик иглы, как он проходит, как заходит в сосуд. То есть это все для этого аппарата проблем никаких нет. Естественно, катаризации и периферические иногда у детей проводятся под узи-контролем. Это у нас проводилось в тех корпусах. Здесь эта работа, естественно, тоже будет продолжена. Плюс долговременные венозные доступы, порты, провиаки, фиксы. Это все. Здесь имеется возможность захвата изображения и передачи его, собственно, в любую точку земного шара. Вот здесь мы видим, что сейчас идет прямая связь с нашим конференц-залом. Сегодня, буквально час назад, мы проводили связь с Москвой. Поэтому здесь настолько все современно, настолько все технологично. Здесь оборудование последнего поколения. Если мы говорим об операционном столе, то это первый в России операционный стол, многофункциональный. Такого в России больше на данный момент нет. Он позволяет выполнять любые вообще оперативные вмешательства, что у детей, что у взрослых, но мы здесь говорим о детях, при любых заболеваниях органов и систем пациента. Шестиэтажное здание рассчитано на 100 коек. Прекрасный центр – это следующий этап развития здравоохранения мирового. Очень приятно то, что в России только два таких, и третий именно появляется в Казани. Это, безусловно, огромные возможности для тех, кто хотел бы получить самое современное инновационное лечение. Открытие этого центра привлечет очень много исследователей, очень много талантливых молодых врачей. Это действительно очень большое, важное, системное событие. Сейчас Центр онкологии и гематологии и хирургии ДРКБ готовит к приему первых пациентов. Принимать детей в новый онкоцентр начнут уже в ближайшие дни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова